Следующий шаг к реальному продакшен, это сделать так, чтобы наш клиентский код работал кросс-браузерно. Мы собираемся писать на современном JavaScript, а пока еще в браузерах немножко различается поддержка. Какие-то браузеры больше поддерживают, какие-то меньше. Общепринятый способ, как нам все-таки использовать кросс-браузер на современной JS, это Babel. Babel это отдельная библиотека, у нее есть сайт Babel.js.io. Она получает код на современном JavaScript и превращает его в более старый. Можно нажать try it out. И скажем, если у меня let, оно переписывает его в var. Если у меня такая строка, вот в такую. И так далее. Конечно же, Babel умеет работать и с гораздо более сложными ситуациями, чем здесь приведены. Для использования Babel в нашем приложении мы воспользуемся концепцией loader, которую предоставляет Webpack. Так, задаются они так. Модуль, loaders, и в этом массиве один или несколько лоадеров. Здесь я говорю, что к файлам, которые оканчиваются на JS, нужно применять Babel.loader. Что такое loader? Loader это модуль. То есть сейчас я его поставлю npm install Babel.loader. Здесь я использую просто Babel. Чуть позже я скажу, почему я могу так сделать. А модуль называется именно так. Посмотрим на него внимательнее. npm repo Babel.loader. Откроем его исходник. Вот. Babel.loader это модуль, который экспортирует функцию, получающую исходник и текущий source map. И эта функция должна вернуть, обычно это происходит через callback, вот так вот, новый исходник и новый source map. То есть loader это по сути трансформатор. Он получает некий исходный код, в данном случае код на современном JavaScript, и возвращает код на старом JavaScript, понятный всем браузерам. Он получает source map на текущий момент, и в процессе трансформации он этот source map меняет. Babel работает с современным JavaScript, конечно существует loader для почти всего. То есть TypeScript, CoffeeScript и так далее, и так далее. Но сейчас мы восвалилимся Babel. Некоторая информация о лоадерах находится в документации. Сейчас посмотрим, что тут в Configuration есть на эту тему. Модуль loaders. Вот что нам нужно. Обратим внимание, есть preloaders, есть loaders, есть postloaders. То есть есть как бы три разные фазы, на которых можно что-то повесить. Но обычно используется loaders. loaders это массив, и у элементов этого массива есть свойство. Test проверяет путь к файлу, и если тест подходит, тогда лоадер будет применен. Include. Include это то же самое, что и тест. По сути, это две одинаковых команды, которые делают одно и то же, но есть соглашение, что тест мы используем для расширения, а include мы используем обычно для проверки путей. Здесь вот находится регулярное выражение, а здесь находится строка. Для регулярного выражения проверяется совпадение с путем к файлу, а для строки она проверяется на префикс. То есть если мы указываем строку, то проверяется, и если путь к файлу начинается с этой строки, то он считается подходящим. Таким образом можно фильтровать директории. Exclude это те регулярные выражения или префиксы путей, к которым лоадер неприменим. И дальше. Лоадер это строка. Здесь указано полное имя Bubble Loader. Обычно можно использовать сокращенное. Здесь выше находится ссылочка на более подробную информацию о лоадерах. Тут в частности есть пример, как вызывать лоадер конкретному файлу. То есть файл .slash myawesomemodule и восклицательный знак, перед ним лоадер. Вообще такая возможность используется редко, но технически можно вот в конкретном require лоадер указать. Также можно лоадеры один за другим чинить. Например, здесь лоадер, видите, style, css, ls применяются к этому файлу. Прямо сейчас это не нужно, но в будущем понадобится. И, наконец, параметры. Лоадеру через вопросительный знак можно передать параметры. В нашем случае у нас Bubble Loader. У него параметров не так много, можно передать настройки для Бабеля. Например, указать stage 0, что означает, что всякие экспериментальные возможности, которые еще в JavaScript не вошли, Бабель тоже должен обрабатывать по мере своих сил. Кроме того, можно подключить optional runtime. Это всякие вспомогательные функции, которые использует Бабель, будут подключены как отдельный модуль. И, наконец, cache directory позволяет вынести специальный кэш в директорию, так что Бабель результаты своих преобразований будет кэшировать. Это позволяет, с одной стороны, убыстрить повторные запуски вебпека, с другой стороны, если у нас watch true, то у нас и так лоадер кэширующий, то есть особого смысла в этом нету при разработке. Бабель лоадер у меня уже стоит, поэтому запускаю просто вебпек. И взглянем на сборочку. Вот. Видите, LED поменялся на var. Обратные кавычки. На вот такую простую строку. Раз уж у меня теперь ES6, то я буду использовать его везде, и для экспорта тоже. Export default. Следующая версия вебпека будет понимать ES6 нативно, а текущая вот работает через Бабель. Ну, слава богу, Бабель у меня подключен, поэтому import welcome from welcome. Вот так. Так как у меня вебпек в режиме watch, то он автоматически все перекомпилил. И вот новый билд. Мы видим, что появились некоторые дополнительные функции, которые взяты из Бабеля. Еще видим некоторые дополнительные конструкции. Вот эту функцию, как и ряд других, которые Бабель иногда использует, можно вынести в отдельный модуль. Для этого как раз есть настройка optional равно runtime. Сейчас я перезапущу сборочку. Ошибка. Вот, видите, я опечатался, и оно мне сразу про это сказало. Молодец. Вот. Теперь другая ошибка. Не могу найти модуль. Ну, отлично. Это самое простое, поставить модуль. И сразу я перезапускаю вебпек. Ура, скомпилилась. И посмотрим теперь, что у меня здесь получилось. Это была функция. А теперь эта функция взята из модуля с номером 1. То есть, Бабелевская функция вынесена в отдельный модуль. При использовании других возможностей Бабель, таких как, в частности, классы, здесь будет больше функционала. Без этой опции вспомогательный функционал был бы внутри каждого преобразованного модуля. А сейчас с этой опцией он находится вот здесь вот отдельно. Таким образом, нет дублирования кода. Это несколько уменьшает размер сборки, но, впрочем, не очень сильно, если учесть сжатия, гзип. Тем не менее, эту опцию мы можем оставить. Продолжение следует...